Сегодня Сергей Морозов провел выездную встречу штаба по весеннеполевым работам, а заодно и ознакомился с состоянием посевов о зимой пшенице в крестьянско-фермерском хозяйстве Возрождение в Чердокринском районе. В частности, 22 апреля мы уже поступили к посевной компанией, все, что касается сахарной свеклы. Ну и в целом, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день готовность у нас к весеннеполевым работам по технике составляет 100%. На сегодняшний день у нас 2871 единицы из хозяйственной техники работают в сельскохозяйственных полях. Общая посевная площадь в этом году превысила 1 миллион гектаров. 638 тысяч из них занимают зерновые и зернобобовые культуры. Яровыми культурами этой весной засеет 329 тысяч гектаров. К посевной приступили во всех районах области. Параллельно с этим на полях продолжается бронование и внесение удобрений. Также главе региона рассказали о современных спутниковых системах, которые применяются в чердокринском хозяйстве. Через спутник происходит дистанционный анализ почвы и озимых растений. Благодаря этому удается регулировать внесение удобрений, тем самым увеличивать урожай. У нас есть ряд аграриев, которые требования к озимой культуры достаточно высокие. В частности, если возрождение, то у них уже задача собирать свыше 60 центров гектаров. Это озимы, которые на сегодняшний день сельпостеропроизводители многие по региону считают их хорошими, озимыми. Возрождение считает это нехорошими озимыми. Они их, соответственно, будут пересеивать, потому что у них требования достаточно высокие. В этом году продолжатся и меры государственной поддержки по обновлению машино-тракторного парка. Закуплено уже 36 единиц техники, а в течение года для фермеров закупят еще 136 машин и тракторов. Это позволит сократить агротехнические сроки, в том числе и сейчас. Яровой сев планируют завершить к середине мая. Анна Тищенко, Юрий Тимонин. Новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова